Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 16 апреля Никита Водопол Пробуждение Водянова Конечно, недаром Никиту в народе водополом прозвали, ведь все приметы этого дня так или иначе были связаны с водой и ледоходом. Если, например, ледоход все еще продолжался, заполняя реку от берега до берега, бывалые рыбаки от досады лишь затылки чесали, зная наверняка, что ни в этот, ни в последующий день клева не будет. А если на Никиту лед и не думал трогаться, слегка осев под тяжестью где-то в верховьях прорвавшейся воды, затылки чесали уже крестьяне, ведь эта примета сулила холодное дождливое лето. Впрочем, хочется верить, что в этом году все пройдет как надо, и лишь отдельные льдинки, бесшумно и осторожно скользя вниз по течению, напомнят о давно уже прошедшей зиме, а приближающееся лето не обманет надежд земледельцев. Да и водяные, выбравшие Никиту днем своего весеннего пробуждения, не будут голодными и злыми понапрасну тереться головой об лед, а как обычно, верхом на громадном саме, вынурнув в полночь из глубокого омута, промчаться по речной глади, оповещая окрестности о своем новом вступлении в должность. Говорят, в это время на пути им лучше не попадаться, а предосторожности ради, чтобы ублажить, уважить властителей рек и озер, полить воду маслом, приговаривая, «Вот тебе, дедушка, гостиниц, люби да жалуй нашу семью». Считалось, что водяной благосклонно принял подношение, если вода в этот момент сильно заволновалась и забурлила. Водяных ведь не только дедушками называли. На Волге, например, он стерляжен царем считался. В омутах жили омутники, в болотах – болотники. Причем одни полагали, что все водяные на почтенных старцев походят. Другие божились, что своими глазами видели на реке красивого крепкого мужика с зелеными волосами и трезубцем в руках. А третьи слушали да посмеивались, потому что были уверены, что водяные при молодой Луне молоды, а на исходе месяца превращаются в стариков. Но стоит ли спорить, вспомнив о том, что водяные – представители неведомой силы, а значит, легко и свободно владеют даром перевоплощения. Поэтому, какими захотят, такими и покажутся. А чаще других с водяными мельники видятся и якобы даже сделки с ними заключают. Ведь без людей водяным обойтись трудно. Они хоть и живут под водой, а хозяйство тоже немалое имеют. В качестве посредников они и используют мельников. Впрочем, иногда и водяным приходилось, хоть и ненадолго, но все же покидать свое речное царство, чтобы к людям за помощью обратиться. Случалось это, как правило, в те времена, когда жена водяного должна была родить, и ей повивальная бабка требовалась. Вот тут-то принимал водяной человеческий облик и шел в деревню к знахарке на поклон. А при благополучном исходе дела, щедро наградив жалостливую старушку, на минуту-другую в кабачок заглядывал. Человек невнимательный никогда бы не догадался, что перед ним сам водяной, а примедливые тотчас замечали, что у мужика с левой полы кафтана все время вода сочится, да и с волос капает. Замечать-то замечали, а виду никогда бы не подали. Чего на рожон лезть? Водяной только на людях кроток, а как в свою стихию попадет, вновь грозным владыкой становится. Если кто ему глянется, он того своим вниманием не оставит, и рыбы наделять начнет, и жемчугом речным. Но уж коль не злюбит кого, ни житье человеку будет, каторга. То поля его вишней водой размоет, то вдруг затопит погреба, а уж о купании и вообще надо будет забыть. Только подойди к воде, враз утащит к себе водяной, тогда уж поминай, как звали. Хотя водяных, конечно, побаивались, но к разряду злобной нечисти все же не относили. Уж больно обстоятельны и серьезны они были. А что любили над рыбаками подшутить, повесив на крючок вместо рыбы старый лапоть или лягушку, так это скорее из-за зорства, ведь и самые серьезные люди порою и пошутить, и посмеяться могут. Щедрого и веселого водяного вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok